Недавно я прочитал интересную статью, где говорилось о том, что продажи джинсов выросли на 40%. Это, безусловно, хорошо для экономики, но главное, люди начали обновлять свой гардероб. Люди начали покупать размер побольше. Я считаю, что мужчины должны тщательно подбирать джинсы, причем не по старому размеру или желаемому, а согласно строению тела. Что касается денима, то есть множество стилей, подходящих для разных возрастов и тел. Цель видео – помочь вам найти идеально подходящие для вас джинсы, независимо от возраста и тела. Итак, господа, я постараюсь научить вас с помощью видео. Вы можете носить любой тип джинсов в любом возрасте и теле, если вы в них влезаете, но выглядит ли это стильно? Здесь я хочу вам помочь. Убедитесь, что вы не совершаете самые распространенные ошибки, чтобы хорошо выглядеть. Давайте установим некоторые базовые правила. Во-первых, джинсы должны быть повседневными. Вы можете носить их всегда со спортивной курткой, блейзером, даже как техастцы в сапогах и ковбойской шляпе. Но это не значит, что джинсы – это главный элемент одежды. Поймите, джинсы всегда сделают ваш внешний вид практичнее. Правило номер два – деним станет лучше, если он будет более светлым и немного потрепанным, даже с дырками. Я понимаю, что это больше про моду, но такие джинсы все равно повседневны. Следующее – подбирайте джинсы под ваше тело, а не под возраст. В возрасте вы можете носить молодежные джинсы, если ваше тело под них подходит. Так, если вы молодой парень, но ваше тело не подходит под молодежные джинсы, то не покупайте их. Подбирайте джинсы, которые дополняют ваш образ. Далее – правила по возрасту. Они гораздо мягче, и все сводится к социальным ожиданиям. Существуют некоторые ожидания одежды молодых и старших. Молодые могут больше экспериментировать. Но если у вас есть уверенность, вас не интересует, как к этому отнесутся другие, то носите, что хотите. Следующее правило очевидно. Если вы заправляете в джинсы рубашку, то всегда используйте ремень. Следующее правило. Определите свои ключевые параметры. Когда вы берете джинсы, вы видите два основных показателя. Это талия и внутренний шов. Но в целом есть и другие измерения. Не забывайте, во-первых, параметры талии не истины. 32 не значит, что талия составляет 32 дюйма. Конечно, зависит от бренда, но зачастую под 32 размер реальная талия составляет 35 дюймов. Касательно внутреннего шва, здесь нужно быть точнее. Обращайте внимание на шов снаружи и подъем. Далее подберите правильную посадку джинсов. Многие носят низкую, которая хорошо подходит молодым. Немного сложнее подобрать посадку тем, кто постарше. Если вы в возрасте, то вам подойдет средняя посадка. Джинсы с высокой подходят не всем, только если у вас необъемные ягодицы или большой возраст. И, наконец, правильные замеры бедер. Это важно, хотя многие и не любят думать об этом. Если вы сидите на корточках или качаете ногой, то вам нужен более свободный для бедер и ягодиц стиль, чтобы случайно не порвать джинсы. Не забывайте о материале. Есть множество разновидностей денима, но вы можете легко отличить хлопок от синтетики или смеси. Я считаю, что смеси замечательные. Стопроцентный хлопок – отличный выбор, но вы никогда не станете носить стопроцентную синтетику. Но почему вам нужно выбрать смесь? Все дело в эксплуатации и растяжке ткани. Многим нравится, чтобы джинсы были поуже и тем не менее тянулись. Для этого лучше и приобрести частично синтетические джинсы. Исторически джинсы делались так. Поэтому если вам нравятся джинсы поуже и повыше, то это то, что вам нужно. Теперь поговорим о деталях. Например, вам 21 год, вы студент и хотите лучшие джинсы под ваше телосложение. Но дело в том, что в таком возрасте у вас, вероятно, будет самое стройное тело. Но я не советую вам сразу выбирать скини. Они уже вышли из моды. Я думаю, что джинсы узкого кроя хорошо вам подойдут, и это будет прекрасный выбор. Есть множество крутых брендов, таких как Levi's, Uniqlo, H&M и Old Navy, которые впишутся в ваш бюджет. Что касается широких джинсов, то здесь главное не переборщить и подобрать то, что нравится и удобно вам. Они могут подойти даже худому телосложению. Найдите и попробуйте, как вам подойдет. Будучи молодым студентом, вы можете много экспериментировать с одеждой. Одевайтесь так, как хочется, и пробуйте выражать себя. Если вы выбираете Levi's, то вам, вероятно, подойдут данные модели. Я уверен, что каждому мужчине нужна пара темных джинсов хотя бы в шкафу. Если вы носите такие джинсы, то не бойтесь экспериментировать с чем-либо другого цвета, более светлым или неформальным. Это принесет вам удовольствие, вы можете пробовать разные стили в любом возрасте. Если у вас тугость с деньгами, можете посетить Second Hand. Не бойтесь носить не новое. Я думаю, это один из лучших способов ворваться в тренды за дешево. Такие джинсы могли быть трендом много лет назад, а вы получите их за копейки. Будто вы 36-летний бэтбой на мотоцикле в кожаной куртке. Такой стиль вам может подойти. В таком случае вам нужен темный деним, черный, темно-синий или индика. Вы можете выбрать даже темно-зеленый или серый. Такие джинсы более функциональные, они не испортятся, если запачкать. Возможно, вам нужны немного приталенные джинсы, чтобы было удобно садиться на мотоцикл. Сюда же можно подобрать большие ботинки, но главное не переборщить. Такие ботинки хорошо пойдут, потому что они помогут вам защитить ноги, когда вы на мотоцикле. Поэтому вам нужно что-то тяжелое и плотное. Далее вы можете быть 60-летним седым лисом. На самом деле, если вы будете заботиться о себе, то будете выглядеть моложе. Допустим, вы коллекционируете машины, делаете бизнес. Вы также можете получать удовольствие от ношения джинсов. Ваши волосы и кожа станут светлее, поэтому вы можете пробовать разные комбинации. Вы можете добавить цвет, например, темно-красный или ярко-синий. Есть множество вариантов. К сожалению, с 20 лет уровень вашего тестостерона упал, поэтому и мышцы ног, и ягодиц будут терять форму и становиться меньше. Поэтому стоит избегать джинсов с заниженной талией. Вам нужна средняя или немного высокая посадка. Подберите, что хорошо будет подходить вашему телосложению. Что касается брендов, Levi's всегда отличный вариант, но если вы хотите подороже, то взгляните на AG. Замечательная фирма для тех, кому за 50, можете выбрать APC. А что если вы 25-летняя акула спортзала? Я уверен, многие меня поняли. Вы проводите день и ночь в спортзале, поэтому набираете вес. Вы инвестируете в свое тело, и это становится видно. Но с большими бедрами трудно найти подходящие джинсы, которые не будут зажимать в области ног и паха. Так что вам делать, чтобы было больше свободного места? Вы можете отнести джинсы портному, или найти такие модели, которые подходят вашему телу. Итак, в Levi's вы можете выбрать 501-е, также 508-е и 40-е, которые подходят атлетичным мужчинам. В Wrangler делают джинсы с хорошей посадкой. Также рассмотрите Old Navy с их моделями для атлетов. Средний уровень – это Lucky Brand и их джинсы определенного кроя. Допустим, вы 40-летний специалист, вам нужны стильные джинсы, которые вы могли бы надеть в офис, даже без пиджака, но также и на прогулку с детьми. Ключ – это простота. Вы можете пойти в темно-синих или индиго. Для того, чтобы ваши джинсы сочетались со всем гардеробом, вам нужно выбрать самые простые модели. Не используйте что-то диковинное. Касательно подгонки не впадайте в крайности. Никаких широких и узких джинсов. Обойдитесь без такого кроя. Вместо этого подберите приталенные джинсы, которые подойдут вашему телу. Если вы потяжелее, то рассмотрите 59-е от Levi's. Также можете выбрать прямой покрой, если у вас есть немного лишних килограммов. Я обычно склоняюсь к выбору сужащихся джинсов, потому что они хорошо смотрятся с обувью. Как с классическими туфлями, так и с кроссовками. Конечно, и прямые, и широкие джинсы могут хорошо выглядеть с обувью. Но такие модели лучше использовать с большой обувью. Как я говорил, у Levi's есть много моделей разных стилей, также они более доступны. Рэнглеры могут быть слишком кэжуал, но все равно есть много отличных моделей, как и Банана Репаблик с их растяжками. Габ еще более доступны. Качества немного хуже, но они все равно хороши. Юникло всегда делают хорошую одежду. Так что если есть рядом их магазин, сходите туда. Если у вас урезанный бюджет, то взгляните на APC, AG или Naked and Famous. Хорошо, ребята, какое видео вы хотели бы увидеть в следующем, как насчет классической обувью с джинсами, как сочетать и носить. Я расскажу, как не делать ошибки в таком стиле. Посмотрите и другие видео.